Я... Мои ранние воспоминания. Я помню больницы, докторов, обследования. Я была сломанной. Доктора пытались помочь мне. Родители пытались объяснить, что со мной не так. Они пытались объяснить, что отличает меня от других. Но я не понимала. Я слышала, что доктора признали, что они не могли мне помочь. Они сказали, что я не могу стать нормальным человеком. Или жить нормальной жизнью. С годами я начала понимать, что со мной не так. Я видела, как другие дети радовались. Грустили. Злились. Но я никогда ничего не чувствовала. Я чувствовала только пустоту, пропасть, незавершенность. Отец отчаянно хотел помочь мне. Но мама... Она вела себя по-другому. Она совсем за меня не беспокоилась. Она сказала, что она была такой же, как я, когда она была ребенком. Она сказала, что однажды я встречу кого-то особенного. Она сказала, что я встречу того, с кем почувствую себя завершенной. Отец не хотел ее слушать. Он хотел нормального ребенка, больше всего на свете. Он использовал все, чтобы стать меня счастливой. Но ничего не сработало. Я никогда не чувствовала радости. Но я почувствовала жалость. Я жаловала нечастного человека. Я не хотела, чтобы он не дальше страха. Так что я стала вести себя, как другие дети. Я притворялась нормальной. Отец был счастлив. Мы наконец стали нормальной семьей. Но... Думаю, он знал. Где-то глубоко в сердце, что я только притворяюсь. В школе ко мне плохо относились. Они издевались надо мной, потому что я была странной для них. Это было... неудобно. Я поняла, что если хочу, чтобы ко мне относились нормально, ты должна вести себя, как все остальные. Я начала притворяться нормальной, а издевательства прекратились. Я поняла, что все будет проще, если я буду притворяться нормальным человеком. В конце концов, я стала притворяться нормальной почти каждый час каждого дня. Я притворялась их друзьями. Я притворяла, что у меня есть хобби. Я притворяла, что я забочусь в трудную минуту. Но все это было ложью. Я ничего не чувствовала. Я... Все, что я чувствовала, это пустоту. С годом я начала переживать за свое состояние. Я хотела почувствовать жизнь, как все люди. Я хотела испытать наслаждение. Хотела испытать печаль. Я делала все, чтобы почувствовать хоть что-то. Я делала все, чтобы все случилось. Вина, сыпь, сожжание, сожаление. Я хотела почувствовать что-нибудь. Что угодно. Но... Ничего не помогало. Неважно, что я делала и как далеко не ходила. Я ничего не чувствовала. Моя мама повторяла один и тот же совет. Однажды, ты встречаешь кого-то особенного. Однажды, с кем ты почувствуешь себя завершенной. Я думала об этих словах все время. Это единственное, чего мне оставалось ждать. Единственная причина, чтобы жить. Ведь человек, который спасет меня, исправит меня, дополнит меня. Тогда однажды спасет меня, lusiveoureца. Всех местная причина. Р陽онlin. Попробуйте. Всех местных. С晋 cred tom, и уничтожен. Живос нет. Всех местных. avorно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он нужен мне... Он... Все для меня... Он выше любых жертв... Остальное не имеет значения... Никто не имеет значения... Он будет... Мо... Им... У него нет выбора... У него нет выбора... У него нет выбора... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...